Друзья, если у вас нет возможности читать сказочную повесть Астрид Лингрен «Братья Львиное Сердце», смотрите это видео. Это история о двух братьях, которые очень сильно любили друг друга. Написала сказку Лингрен в 1973 году. События происходят в тот же период в неизвестном шведском городке. Необычная книга. Лингрен в детской повести написала о смерти, суициде. Редкое явление. Рассказ ведётся от первого лица, потому и я буду рассказывать так, как будто эта история произошла со мной. Итак, моего брата звали Юнатан «Львиное Сердце». История, которую я хочу вам рассказать, похожа на сказку, но она настоящая. Сначала фамилия у брата была не «Львиное Сердце», а «Лейен», то есть «Лев». Нас воспитывала мама, потому что отец бросил нас, когда мне было два годика. Ушёл в море и не вернулся. Мой брат знал, что я скоро умру. Все знали об этом, кроме меня. Последние полгода я даже в школу не ходил, а всё время болел. Лежал дома и кашлял. Однажды я спросил брата – ты знаешь, что я скоро умру? – Знаю, Сухарик, но ты не расстраивайся. Когда ты умрёшь, то улетишь в совсем другое место – в Нангиялу. Это такая страна. Все сказки приходят оттуда. «Я никогда ранее не слышал о Нангияле. Юнатан так интересно о ней рассказывал, что мне самому захотелось поскорее туда попасть. Ведь там я не буду больше болеть, а буду радоваться жизни». Юнатан был очень красивым, добрым и сильным. Всё умел, всё понимал и учился лучше всех в классе. Все хотели с ним дружить. Вечером он приходил домой и всё мне рассказывал. А жили мы в крохотной квартире. Мне очень хотелось попасть в Нангиялу, но только не самому, а с братом. «Когда-нибудь я там окажусь», – говорил он. – Ты не волнуйся. В Нангияле время по-другому идёт. Даже если я проживу здесь 90 лет, мы там с тобой встретимся через два дня. А вот как мне без тебя жить до 90 лет, я не знаю. Дело в том, что Юнатан уже в Нангияле. У нас в доме был пожар, а мы жили на третьем этаже. Дома был я один. Вдруг в горящую квартиру вбежал Юнатан, чтобы спасти меня. Лестница за ним уже пылала пламенем. Оставался только один путь к спасению – через окно. Он, не мешкая, посадил меня к себе на спину и прыгнул вниз. Я остался жив, а он погиб. Школьная учительница назвала Юнатана Львиным Сердцем. Ведь брат всегда восхищался храбростью короля Ричарда Львиное Сердце. Теперь и его стали так называть. Не было в городе ни одного человека, кто бы ни думал, что лучше бы вместо него умер я. Я хорошо помню его последние слова. Когда мы упали, у него из уголка рта текла кровь. И он сказал мне – не плачь, сухарик. Мы увидимся в Нангияле. Мне без него было очень тяжело. Потому он и пришёл ко мне. Не он сам. Когда я плакал, в окно залетел белоснежный голубь. А у нас во дворе были только серые. Это был он. Юнатан прилетел ко мне из Нангиялы. У него там был свой дом в долине вишен. А на дощечке перед домом было написано – братья Львиное Сердце. Значит и я скоро буду с ним. Вот уже два месяца, как я живу без Юнатана. Скоро мы с ним увидимся. Может даже этой ночью. Я написал записку для мамы. Не плачь, мама. Мы увидимся в Нангияле. Я оказался у калитки дома, где было написано – братья Львиное Сердце. Как я там оказался – не знаю. Юнатана дома не было. Я побежал вниз по речке, где он мог ловить рыбу. Так тогда голубь сказал. Брат был там. Он подбежал ко мне и обнял. Я плакал, а он смеялся. Мы снова были вместе. И я не кашлял. Я был здоров. Долина вишен, где находился наш дом, была очень красивой. Её окружали высокие горы с водопадами. Здесь была весна. Перед тем, как показать наш дом, Юнатан отвёл меня в конюшню. Там стояло две лошади – Гримм и Фиалар. Фиалар был моим. – Мы можем жить на кухне, как и раньше, – сказал брат. А когда к нам придёт мама, она будет жить в комнате. Утром мы катались на лошадях. Хотя раньше я никогда этого не делал. В Нангияле я умел всё. Дома у нас было полно одежды. Но не обычной, а рыцарской. Наш дом стоял отдельно. Рядом других домов не было. Мы поскакали к ближайшей деревне. По дороге встретили женщину – Софию. Она была знакома с Юнатаном. София пригласила нас вечером прийти в Золотой Петух. Это был постоялый двор. Я спросил брата, а где приключения, о которых он мне рассказывал ещё в городе? – Подожди. Будут тебе приключения. В долине вишен всё было бесплатно. А когда кому-то нужна была помощь, то все друг другу помогали. И Юнатан тоже. Он был садовником у Софии. Брат сделал два лука и научил меня стрелять. А вечером мы поскакали в деревню. Золотой Петух был забит жителями деревни. Нас радостно встретили. А хозяин трактира Юсси по прозвищу Золотой Петух поставил меня на стол, чтобы представить всем. Мы сели за один столик с Софией. Я обратил внимание, что все с почтением обращаются к ней. Но не мог понять почему. На вид вроде обычная женщина. Мы пели песни. Всем было весело. Но иногда я замечал, что людей что-то тревожит. Как будто они чего-то боятся. На следующее утро мы поскакали к Софии домой. Юнатан назвал её Королевой Голубей. Ведь это именно в её голубку брат обернулся, чтобы прилететь ко мне. София была расстроена. Она сказала, что кто-то в горах стрелой убил её голубку, которая несла весточку. «Значит, в нашей деревне есть предатель», – сказал Юнатан. Чуть позже мы увидели, как со стороны гор к нам летела другая голубка. София взяла её и мы вместе пошли в дом, чтобы прочитать послание, которое она доставила. Они схватили Урвара и посадили его в пещеру Катлы. «Теперь всё очень плохо», – прочитала София. Я ничего не понимал. Тогда Юнатан мне всё рассказал. В Нангияле есть две долины – Вишен и Терновника. Раньше люди могли через горы переходить из долины в долину. Теперь это невозможно. Только голуби Софии могут перелетать. Потому что долину Терновника захватил враг. «Невозможно, та же участь ждёт долину Вишен», – сказал брат. «Врага зовут Тенгель. Он правитель страны Карманьяки. И у него есть Катла. А это ещё кто такая? Другим разом расскажу. А то ещё спать не будешь». В долине Вишен София руководила тайной борьбой с Тенгелем. Когда мы оказались дома, то Юнатан спрятал в буфете записку. Он все записки хранил в тайнике на кухне. Ночью мне снились кошмары. Когда я проснулся, то увидел, что кто-то был рядом. И он быстро скрылся. «Это был предатель», – сказал Юнатан, когда я рассказал ему, что кого-то видел. Утром брат сказал, что должен отправиться в долину Терновника. А мне придётся остаться здесь самому. Я хотел поехать с ним, но он был категоричен. Юнатан рассказал, что он собирается освободить Урвара из пещеры Катлы. Утром он ускакал. А потом я сел на коня и догнал его у дома Софии. «А ты точно вернёшься?» «Мы ещё обязательно увидимся», – ответил брат. «Если не здесь, то в Нангелиме. Но о ней я расскажу тебе позже». Так прошло несколько дней. Я очень скучал по брату. Кстати, после того, как ночью я кого-то увидел, мы перепрятали все письма из буфета в конюшню. Однажды вечером я пошёл в Золотой Петух. Меня сразу же спросили, где мой брат. А я ведь не мог сказать им правду. Охотится на волков? Скоро я вернулся домой и лёг спать. Во сне Юнатан звал меня на помощь. Он был в беде. И что мне теперь было делать? Я ведь сам нифига не умею. А брат вроде как звал. Но не по-настоящему, а во сне. Я долго думал, несколько часов, что мне делать дальше. И решил идти на помощь брату. На стене я написал послание для Софии. Меня звали во сне. Я иду в горы. Чужой не догадается, а София всё поймёт. Собрал вещи, взял еду и пошёл в конюшню. Кроме моего фиолара в ней был местный охотник Хуберт. Я подумал, что предатель – это он. – Я шёл мимо, – сказал Хуберт. – Услышал, как твой конь ржёт. Зашёл посмотреть. Я люблю лошадей. А ещё он дал мне кусок сухой баранины. Затем он хотел покормить овсом фиолара. А ведь именно в овсе был наш тайник. В общем, пронесло. Когда Хуберт ушёл, я перепрятал все бумаги в картофельный погреб. Потом пошёл на кухню и написал на стене для Софии новую загадку. Рыжая борода хочет получить белых лошадей. И знает слишком много. – Берегись. На следующее утро я поскакал в горы. Нашёл нужную тропу и пошёл в долину Терновника. На ночь остановился на лужайке у ручья. Разжёг костёр и лёг спать. Ага… Очень скоро я услышал волков. Фиолар их боялся. Да и я тоже. Самый большой из них прыгнул на меня и упал замертво поражённый стрелой. Это Хуберт его подстрелил. Я видел, как ты утром выехал в горы, потому пошёл за тобой. Мало ли… Я ему не верил. Был уверен, что он предатель. Хоть и спас мне жизнь. Он спросил, где Юна там. – Где-то здесь, рядом. – соврал я. Хуберт улыбнулся. Было видно, что он мне не поверил. Он достал нож. – Не убивайте меня! – попросил я. Хуберт схватил меня. – Да если бы я хотел твоей смерти, зачем я бы спасал тебя от волка? – прокричал он. – Этим ножом я сдираю шкуры с волков, а не детей убиваю. Хуберт принялся за работу. А я поскорее сел на Фиолара и ускакал оттуда. От лунного света было светло почти как днём. Я нашёл пещеру. Волков рядом не было. И сразу уснул. Проснулся от того, что услышал рядом голоса. Какие-то люди загнали в нашу пещеру своих лошадей. В темноте они нас не увидели. Я решил узнать, кто они – друзья или враги. Я аккуратно подполз к ним. Их было двое. По чёрным шлемам я догадался, что это были люди Тенгеля. Они говорили о шпионе, с которым у них должна была быть встреча. С минуты на минуту я ожидал увидеть Хуберта. Но это был Юсси – золотой петух. Я не мог в это поверить. Ведь он был добр ко мне. Мда… Зря я так на Хуберта наезжал. Солдаты поставили на груди Юсси клеймо Катлы. Ведь все люди Тенгеля должны были носить это клеймо. Юсси спросил, поймали ли уже Юнатана. Ещё нет, – ответили парни. Но на его след напали. Ещё Юсси рассказал, что Хуберт недолюбливает Софию, потому что её, а не его выбрали главной в долине вишен. Рассказал обо мне, что меня можно использовать как приманку. Ведь Юнатан очень меня любит. Эта идея понравилась парням. Юсси назвал меня Заячьим Сердцем. Прощаясь, парни спросили, помнит ли он пароль. «Вся власть Тенгелю, нашему освободителю», – ответил предатель. «Теперь мне оставалось как-то улизнуть из этой переделки. Один солдат вывел из пещеры двух лошадей, даже не заметив Фиолара. А потом, блин, вернулся за огнивом, который я где-то потерял. И наткнулся на нас. Он схватил меня. Я сказал, что спал и не слышал. Меня спросили, откуда я, с кем и где живу. – Из долины Терновника. Живу с дедушкой. В Белом доме. – Хорошо. Поедем вместе. Покажешь нам». Мы поскакали в долину Терновника. Рассвело. Эта долина была такой же красивой, как и долина вишен. Она была окружена стеной. Хорошо, что парни не спросили меня, как я с конём перебрался за эту стену. Мы проехали через ворота. Без солдат я бы никогда туда сам не пробрался. «Поезжай вперёд к своему дому. Нам нужно поговорить с твоим дедом», – сказали они. Белых домов было много. Вот только я не знал, что мне делать дальше. Люди здесь были какими-то затравленными. Не сравнить с жителями долины вишен. Возле одного дома я увидел старика, который кормил голубей. Среди них была белая голубка. Такая же, как у Софии. Я бросился к нему, обнял его и тихо попросил, чтобы он сказал, что он мой дедушка. Старик продолжал обнимать меня. – Где ты был? Что ты натворил, если тебя привели солдаты? – спросил он громко. Парни, конечно, выругали деда за моё поведение и уехали. Я заплакал. Старик сказал, что его зовут Матиас. А меня называй Сухарик. Я случайно сболтнул, что я из долины вишен. Тогда он открыл потайную дверь на кухне. И за ней я увидел спящего брата. Я был очень рад его видеть. Я не кричал. Я его не будил. А лёг рядом и заснул. А когда проснулся, Юнутан смотрел на меня. Он улыбался. – Почему ты звал меня на помощь? – Я видел Катлу, – ответил он. Больше я его не расспрашивал. Я рассказал ему о Юси. Он не мог в это поверить. Но сразу решил через голубку сообщить об этом Софии. Мы выпустили её, когда спустились сумерки. Очень осторожно. Ведь по приказу Тенгеля нельзя было выходить на улицу, когда становилось темно. За ужином я спросил брата, как он перебрался за стену с лошадью. – Стена была ещё не достроена, потому перепрыгнули мы её, – ответил он. – За нами гнались, но мы смогли убежать. В потайной комнате Юнутан рыл подземный ход, который вёл за стену. Он ещё не был до конца готов. Оставалось прокопать дня два-три. Корыто с землёй Матиас уносил из дома. В этот момент к дому подошёл солдат и попросил напиться воды. Он вошёл в дом. – А где Матиас? – спросил он. – Так это… Спит дедушка? Солдат не поверил. Он пошёл в комнату, чтобы проверить. Но Матиас уже успел вернуться и залезть через окно. Потому всё обошлось. На следующий день в деревне появился сам Тенгель. Я вышел посмотреть на него. Ох и злющий же он был. Он изредка спускался к жителям долины, чтобы те не забывали, какой он страшный. А его замок располагался на вершине горы. Тенгель собрал жителей долины, чтобы поговорить с ними. Вернее, говорил его помощник от его имени. В двух словах. Тенгель был недоволен жителями. Плохо работают и укрывают врага. То есть Юнатана. Тенгель назначил награду за брата – 20 белых лошадей тому, кто приведёт его. Кстати, Юнатан тоже был на площади и всё это слушал. Он переоделся в какого-то бомжа. Затем Тенгель начал отбирать рабов для строительства крепости в Карманьяке. Никто из этих людей никогда не возвращался. Один из рабов, которого отобрали, подбежал к Тенгелю и плюнул ему в лицо. Смельчака убили на месте. В день приезда Тенгель устроил пир для своих людей. Солдаты напились и валялись сонными – то тут, то там лежали их шлемы и плащи. Один комплект Юнатан взял себе. «Пригодится», – сказал он. Однажды солдаты в поисках Юнатана обыскивали дом Матиаса. Они перевернули дом вверх дном, уже добрались до буфета, за которым была тайная дверь. Внезапно закричал Матиас, что солдаты устроили пожар в его доме. Всё внимание переключилось на огонь. И солдаты ушли. Как я потом узнал, это сам Матиас голыми руками вытащил из очага угли и устроил маленький пожар. Уходя, солдаты увидели в конюшне две лошади. «Нельзя иметь две лошади. Сегодня к тебе придёт человек и заберёт одну. Ты с радостью должен отдать её. Понял?» Я очень расстроился. Вечером за ужином Юнатан сказал, что жаль, что он не знает вражеского пароля. «Я знаю. Вся власть Тенгелю, нашему освободителю». Юнатан очень обрадовался. Он всё хорошо обдумал и полез в подземный ход, который уже был готов. Мне велел остаться и ждать от него вестей. Мне было грустно. Я пошёл в конюшню к Фиолару, чтобы попрощаться с ним. Ведь его должны были скоро забрать. И тут за Фиоларом пришёл солдат Тенгеля. В шлеме и плаще. Это был Юнатан. Он, не теряя времени, взял двух лошадей и поехал к воротам. А я должен был дождаться темноты и пролезть сквозь подземный ход, где меня и будет ждать брат с лошадьми. Так всё и произошло. Спали мы уже в лесу. Утром мы увидели голубку Софии. Она летела в голубятню к Матиасу. Жаль, что не вчера. Так бы мы узнали последние вести из долины Вишен. Мы поехали на помощь Урвару. В лесу увидели домик, в котором жила старушка Эльфрида. Она накормила нас. Мы ей рассказали, что творится в долине Терновника и отправились дальше. Нам стало очень жарко. «Мы решили искупаться в горной реке. Вдруг вдалеке показались всадники Тенгеля. Они нас не видели. Но один из них скакал в нашем направлении. Он хотел показать своим друзьям, какой он смелый. Солдат заставил свою лошадь войти в бурную реку и плыть против течения. Они не могли долго сопротивляться и их стало сносить к водопаду – туда, где были мы. И солдату и лошади грозила смерть. Но Юнатан решил их спасти. Он нагнул ветки дерева, чтобы солдат схватился за них. А потом подозвал лошадь. Вместе с этим солдатом они вытянули животное на берег. Солдат ничего у нас не спросил, а развернулся и поехал к своим друзьям. Мы поднялись на мост, который соединял две страны – Караманьяку и Нангиялу. Под нами была река с водопадом. Сидя у костра перед сном, я спросил брата, зачем он спас из реки того солдата. Потому что по-другому не мог. А если бы он догадался, кто мы такие, значит, он схватил бы достойного человека, а не говно какое-то. Ночью разразилась буря. И вот среди молний я увидел Катлу. Это была ужасная дракониха. Юнатан рассказал о ней. Тысяча лет Катла спала в своей пещере. А потом однажды проснулась. Она жгла всё на своём пути. И Тенгель бы тоже погиб, если бы не протрубил в свой рог, когда звал солдат на помощь. И на этот звук Катла приползла к нему, как собака. С тех пор она слушается только его. Тенгель приковал её цепью и отпускает лишь иногда. А в самой пещере сидят узники. «А ещё, – сказал Юнатан, – старушка Эльфрида говорила, что в водопаде живёт некий Карм. Это огромный змей, с которым Катла раньше воевала. Так теперь Катла всё время смотрит в водопад и ждёт появления Карма». Утром мы пошли дальше. Мне было очень страшно. Мы увидели Катлу, а она нас. Хоть она и была на цепи, но всё равно было страшно. Мы подошли к горе. Оставили рядом наших лошадей и пошли на разведку. Вход в пещеру был закрыт воротами. Но Юнатан подумал, что если из пещеры когда-то вылезла Катла, значит она вылезла из другого места. И значит можно найти другой вход в пещеру. Мы услышали внизу разговоры охранников. Они говорили, что сегодня Урвара отведут к драконихе, а это значит, что его ждёт смерть. Юнатан очень расстроился. Он не знал, что ему делать дальше. Мы вернулись к нашим лошадям. Внезапно из расселены в горе выбежал лис. Брат пошёл посмотреть. Там оказался вход в пещеру. Мы вошли внутрь. Там было опасно. Темнота, бездна. Но мы шли дальше. Спасать Урвара. И мы нашли его. Он сидел в клетке. Но в этот момент отворились ворота. И вошёл стражник. Он посмеялся над Урваром и вышел. Мы с ножами кинулись на клетку и стали её ломать. В конце концов нам удалось это. Урвар был очень слаб, потому Юнатан потащил его на себе к выходу из пещеры. Стражники заметили побег, но не стали в тёмной пещере искать беглеца. Мы вылезли из пещеры, поели и легли спать. Когда проснулись, Юнатан рассказал Урвару, что происходило в долинах, пока он был в заточении. Урвар еле смог подняться на ноги. Дальше он уже шёл сам. Юнатан дал ему чёрный плащ и шлем, чтобы в случае чего он мог сказать, что ведёт двух пленников. Мы сели на лошадей и направились обратно в долину Терновника. Урвар ехал на моей лошади, а мы с Юнатаном вдвоём на его. Самое главное – нужно было перебраться через мост, а дальше уже было бы полегче. Но людей Тенгеля мы встретили раньше. Убегать было поздно, потому мы спокойно поехали на них. Урвар сказал им, что везёт пленников. Те восприняли это нормально. Но когда мы уже отъехали от них, я увидел, что они следуют за нами. Один из них – тот, которого из реки спас Юнатан, окликнул нас. Он хотел рассмотреть пленников. Тогда Урвар крикнул, чтобы мы скакали вперёд. Ну и началась погоня. Мы промчались по мосту, а значит были уже в Нангияле. Но солдаты нас преследовали. Урвар вырвался вперёд, а нас они догоняли. Я понял, что мне нужно спрыгнуть, чтобы Юнатан смог оторваться. И я спрыгнул. Юнатан обещал вернуться за мной. Я увидел, что Урвар с братом оторвались от солдат. Я полез на дерево, чтобы скрыться в его ветвях. Внизу увидел одинокую лодку. Странно это как-то, подумал я. Вечерело. А потом я увидел на лошади Софию. Как же я был рад её здесь встретить. Следом за ней шли два мужика – Хуберт и Юсси. Я охренел. Юсси? Предатель? – А что вы все здесь делаете? – спросил я. София ответила, что Юсси знает, в каком месте можно прорваться через стену. Я понимал, что Юсси их хочет подставить. – София? – спросил я. – Скажи, что случилось с твоей голубкой Бьянкой? Она не прилетела из долины Терновника. Всё понятно. Юсси подстрелил её. София ещё не знает, что он предатель. Я рассказал, что Юнатану удалось спасти Урвара. Хуберт и София были очень рады. А Юсси побледнел. Он сказал, что нужно быстрее ехать дальше. – Ага. Чтобы попасть в руки Тенгелю? Ты ведь предатель, Юсси. Но София с Хубертом мне не поверили. Хуберт ведь тоже предатель. Ты так написал на стене. Хреново. Мне не верят. И тут я вспомнил о клейме. – Юсси, покажи, что у тебя под рубашкой. Он побледнел и не двигался. Тогда Хуберт его ещё раз попросил сделать то, что я сказал. Он не двигался. Тогда София подошла и сама разорвала его рубашку. – Ах ты ж, сука! – в гневе крикнула София. Юсси пришёл в себя. Он увидел лодку, быстро вскочил в неё и течение его понесло. Я ведь знал, куда понесло его течение – к водопаду. Мне даже жалко его стало. Несколько дней Урвар с Юнатаном готовились ко дню Великой Битвы. И в конце концов этот день наступил. План был такой. Нужно вместе со всеми людьми перебить в деревне солдат Тенгеля, через ворота впустить людей Софии и снова запереться. Затем они планировали напасть на замок Тенгеля и всех там перебить. Ещё до того, как он узнает о мятеже в деревне. Катла бы всё это время оставалась на цепи. Её можно было заморить голодом, а потом ослабевшую – убить. Во время битвы моя задача была сидеть в доме и ждать, когда всё закончится. А Юнатан должен был быть со всеми в гуще битвы. Вот только он сказал, что никого убивать не будет. Принцип у него такой. Все удивились. Жители исправились с солдатами, как вдруг появилась Катла. Тенгель не знал о мятеже. Он приехал с драконихой в деревню, чтобы наказать людей за побег Урвара. Катла сжигала всё, куда показывал ей Тенгель. Юнатан поскакал к нему. Он вырвал боевой рог из рук Тенгеля и сам стал хозяином Катлы. Первым делом дракониха сожгла своего бывшего хозяина. Битва закончилась. Много погибло жителей деревни. Дедушка Матиас тоже. И Хуберт. София отправилась домой в долину вишен. Урвар попросил Юнатана отвезти Катлу к горе и приковать её. Мы с братом на лошадях поехали к горе. Катла послушно следовала за нами. А вот на мосту кое-что случилось. Катла увидела свою гору и зашипела. Этого шипения испугался Гримм – конь Юнатана. Он встал на дыбы и ударился о перила моста. Юнатан выронил рог, который полетел в водопад. Катла увидела это и поняла, что теперь она свободна. Мы как можно быстрее поскакали к замку Тенгеля. Катла следовала за нами. В конце концов, наши лошади не выдержали такого темпа. Они свалились без сил. А Катла теперь не спешила. Она спокойно за нами наблюдала. Это был конец. – Прости меня, брат, – сказал Юнатан. Это мой косяк, что я уронил рог. Он подошёл к краю скалы и столкнул на Катлу большой камень. Камень упал на неё и увлёк за собой в водопад. Катла не погибла. Она упала вниз. И тут появился змей Карм. Он убил её. А его убила Катла. Мы с Юнатаном видели, как эти два чудища бились между собой. Уже начало темнеть. Мы хотели успеть засветло вернуться в долину Терновника. Но наши лошади смогли нас перевезти только через мост. А бессиленные они упали. Мы расположились на ночь в лесу. – А где теперь дедушка Матиас? – спросил я. – Он в Нангелиме. Ему там хорошо. У него есть свой дом и яблоневый сад. – Круто! Я тоже туда хочу! – сказал я. Юнатан улыбнулся. Он сказал, что самого маленького касания огня Катлы достаточно, чтобы парализовать человека. Когда мы убегали от неё, она меня достала, – сказал Юнатан. – Так ты теперь снова умрёшь? – Нет. Но со временем стану неподвижным. А это ещё хуже. Теперь я понял, почему он заговорил о Нангелиме. – Я хочу с тобой, – сказал я ему. – Ты мой брат. – Тогда нам нужно будет снова вместе прыгнуть. И мы окажемся в Нангелиме. Там я снова буду здоров. И наши лошади уже ждут нас там. Ведь они лежат мёртвые от огня Катлы. Юнатан уже не мог двигаться. Я попросил у него немного времени, чтобы собраться с мыслями. Я хотел дождаться темноты. Потом я взвалил его к себе на спину и подошёл к краю обрыва. Мне было очень страшно. Но я сделал шаг вперёд. И увидел свет Нангелимы. Вот такая история, друзья. Интересный факт. В Швеции фраза «Увидимся в Нангелиме» или «До встречи в Нангелиме» иногда употребляют в некрологах и на похоронах.